Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел вам порекомендовать. Вот я рекомендую книги, фильмы, рекомендую все чужие, чужие. Пора уже порекомендовать что-нибудь свое. У меня тут вышла книга о фильмах, то есть точно по нашему формату. Называется «Истина в кино 2». Если есть два, то должно быть и один. И в самом деле, первая «Истина в кино» вышла в таком далеком уже теперь, как кажется, в 2018 году тиражом 500 экземпляров. Так что бумажную версию я сам с трудом достал по спекулятивной цене. И посвящена она была в основном критике всяких псевдоисторических фильмов. «Викинг», «Матильда» и прочие мухоморы. А заодно объяснению того, что кинокритика может быть не только либеральное именина агента Антона Долина, а еще и консервативная. Долин, впрочем, недавно отжег, выпустив книгу «Плохие русские» о том, как почти все российское кино, от брата до слова пацана, все дозоры, елки и прочее, работало на Путина и на то, чтобы началось СВО. Над Долином смеются, как над сумасшедшим. А я считаю, что он прав. Надеюсь, у Долина в этой книге есть голова о том, как «Квартет И» своим фильмом, о чем говорят мужчины, в котором герои ехали из Москвы через Киев в Одессу, вообще не замечая границы, издеваясь над Мовой и распевая песню «Энди Уорхол, я не твой». Энди Уорхол, чай ты вьешься над моею головой, «Ты добычи не добьешься, Энди Уорхол, я не твой». Тоже приближали нашу победу и тот момент, когда границы между Москвой, Киевом и Одессой не будет. Но это про высокую политику. А я написал просто про фильмы. Хотя нет, не просто. Большая часть книги посвящена консервативной волне в американском кинематографе, проявившейся при Трампе в 2019 году, когда Тарантино снимал про то, как бравые крутые киноковбои сжигают злобных маньяков хиппи из огнемета. Я всех пожду! Всех фашистов понравят! Черт! Че так жарко-то? Нельзя похолоднее сделать? Рид, это огнемет. А Руальд Эймерих неожиданно выдал такое «Деда воевали» под названием «Мидуэй», что нам приходится только позавидовать. Как вести их в атаку? Они пойдут за тобой. Если ты знаешь, что не подвел тех, кто на тебя полагался, то тебе ничего не страшно. В «Форте против Феррари» Джеймса Мэнголда показывали мужественных мужчин, женственных женщин, настоящую крепкую семью, которая ничуть не мешает великой мечте о красивых машинках с длинным углеродным следом. Ты сможешь обогнать Феррари? Попробую. Мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Мы войдем в историю. О фильме Джеймса Грея к звездам была рассказана страшная тайна. Никаких инопланетян нет. Не следует их ждать в надежде, что они принесут высшую мудрость или сплотят нас перед общей угрозой. Нужно обустраивать свой дом-землю, а не шарить по чужим планетам в надежде, что там найдутся ответы. Земля возлагала надежды на него. А теперь ее судьба в моих руках. У нас с тобой есть дело. Ты готов? Готов. Консервативная волна, впрочем, очень быстро закончилась в связи с Байденом и ковидом. И начался сплошной гей-социриализм. Современный Голливуд с его так называемой повесточкой больше всего напоминает по приемам советское кино эпохи максимального партийного контроля. У него одна правда. Продвигает он ее с шумным, хотя и крайне фальшивым энтузиазмом. У авторов таких фильмов, как «Богемская рапсодия», ни на секунду не спадает пафосная мина с лица, даже когда они бессовестно врут. Например, когда изображают жену Фредди Меркьюри, Мэри Остин и его садомского партнера Джима Хаттона, едва ли не взявшимися за руки, когда они с восторгом смотрят выступление Фредди на знаменитом концерте «В пользу Африки». На самом деле Мэри Остин ненавидела и Хаттона, и прочих того же плана друзей лидера Квинн. И как только Фредди умер, выставила Хаттона из унаследованного ею дома. А потом еще и запретила на этом доме граффити рисовать. Такая вот бескрылая мещанка. Технология изготовления такого гей-соцреалистического кино простая и топорная. Например, берутся фабулы знаменитых кинофраншиз. И без всякой фантазии и юмора переделываются в женские версии. Невероятно убогие и скучные. Такими получились, например, восемь подруг ужина. Ну что дальше? Белоснежка и семь гномик, крепкая белочка, вместо мальчика с пальчик, девочка с дырочку. При этом очень важно, что не ставится задача рассказать о реальных женщинах, реальных мигрантах, реальных угнетенных. Нет, нужны именно фантастические плакатные образы. Вспомним ход королевы. Взяли и отменили реальных женщин-шахматисток, среди которых, кстати, было немало наших женщин-чемпионов. Отменили Юдит Полгар из Венгрии, единственную женщину, игравшую только в мужских турнирах и не раз побеждавшую чемпионов мира. Выдумали фальшивую американскую чемпионку-алкоголичку, так сказать, поменяли пешки на рюмашки. И заставили эту выдуманную лже-чемпионку побеждать мужчин, не выходя из наркотического трипа. Смысл повесточного гей-соцреализма очень простой. Базовый угнетатель, то есть белый мужчина-христианин, должен самоубиться, оставив все свое наследство бедным мигранткам, откуда-нибудь из Латинской Америки. Как это делает писатель в псевдодетективе достать ножи? Почему там детектив псевдо? Да потому что для раскрытия дела не обязательно следить за перипетиями сюжета. Достаточно применить повесточный расовый гендерный анализ. Кто тут самый белый-белый мужчина-мужчина? Да еще и в исполнении Капитана Америки Криса Эммонса. Ну вот он и будет убийцей. Ух ты, клубок запутанный. И мы не распутали его. Пока еще. У нас тут следственный изолятор и буфет? Ну, книга посвящена не только анализу консервативного кино и гей-социалистической повесточки. Немало места в ней уделено историческому кино. А еще есть приложения, которые связаны с фильмами только косвенно. Например, в связи с подоночным иноагентским фильмом «Праздник», где привилегированная семья в блокадном Ленинграде ест курицу на Новый год. Капуски не передадите? А откуда у вас столько хлеба? Целая буханка. Так я... не очень люблю хлеб. До Нового года осталось всего ничего. Давайте забудем все наши обиды и сядем все вместе за стол. Постой, пальто возьми. Я разбираю казус дневника Рябковского, на который в качестве подтверждения своих домыслов славались авторы фильма. Уже много десятилетий бегают по интернету персонажи с завываниями, что вот вы, мол, тут рассказываете о трагедии блокады, а мелкий портократ Рябковский в своем дневнике описал лукулово пиршество партийного начальства в санаторий. Из этого почему-то делается суетливый вывод, что Ленинград надо было сдать фашистам. А сейчас капитулирует перед Западом. Выдержки из дневника Рябковского опубликовала исследовательница Наталья Козлова в 90-е годы. В этом дневнике рисуется портрет обычного, по-своему, совестливого партийного работника из Выборга, эвакуированного в блокадный Ленинград. Там он едва не умер с голоду. Я неделями не только не ел, но не видел хлеба. Но его взряли вовремя на работу в Смольнике, где партийные работники получали питание получше, чем эждивенцы. Но все равно для поправки здоровья этого не хватило. И весной 1942 года Рябковского отправили в санаторий мельничный ручей на усиленное питание. И вот именно о своем пребывании в санатории Рябковский оставил патетичную художественную запись о том, как хорошо кормят там отдыхающих партийных работников. Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха. Каждый день мясное, баранины, ветчина, куры, гусь, индюшка, колбаса, рыбная, лещ, салака, корешка, и жареная отварная и заливная икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай. 300 граммов белого из той же черного хлеба на день, 30 граммов сливочного масла и ко всему это 50 граммов виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак между завтраком и обедом. Пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая. Собственно, уже внимательного чтения этой записи достаточно, чтобы отличить реальность. 300 граммов белого хлеба, 30 граммов масла, булочка, стакан сладкого чая от продуктов воображения гусей, индюшек, икры, балыка, от которых ломятся столы. Как показали документы о послевоенных ревизиях санатории Мельничный ручей, там могли быть и белый хлеб, и ветчина, и виноградное вино, и даже икра. Но пиршественной атмосферы, конечно, там не было, и столы от всего этого не ломились. Между тем, размахивающих дневником Рябковского подкупила именно эта атмосфера пира. Столы ломятся от ябст, портократы обжираются на фоне умирающего города. Откуда же эта атмосфера взялась? И вот здесь ответ находится в самом дневнике. Буквально за несколько дней до отправления в санаторий Рябковский встретил в Смольном известного писателя Евгения Федорова. который посоветовал ему свой роман Демидовой из цикла «Каменный пояс». И вот в романе Федорова можно встретить картины пиршеств, совпадающие с текстом дневника, порой и дословных. Рябковский вдохновился Демидовыми и начал в их стиле описывать свое пребывание в санатории, думая тем самым прославить советскую власть, которая хорошо заботится об оголодавших партработников. А вместо этого подложил советской власти индюшку. Многие тексты в книге представляют собой такие вот мини-расследования. Например, о том, убивал ли Иван Грозный своего сына. Так что на досуге полистайте. Ну или поиграйте в игру. Возьмите мою рецензию и рецензию на агента Долина на один и тот же фильм. Ну а дальше смейтесь до упадок. Ну а пока я прощаюсь. До новых рекомендаций. Субтитры создавал DimaTorzok